Здравствуйте! В эфире программа «Вопрос служителю церкви». Здесь мы пытаемся найти ответы на те вопросы, которые вы присылаете к нам в студию и в социальные сети. Я рад представить нашего гостя. Это преподаватель Заокской духовной академии, доктор практического богословия Павел Зубков. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Вопрос, который я вам хочу адресовать, прислал Никита, 36 лет. Вот что спрашивает Никита. «Здравствуйте. Я совершил много ужасных грехов до того, как создал семью. Год назад у нас появился ребёнок, сын. Я слышал, что дети страдают за грехи своих родителей. Больше всего я боюсь сейчас, что мой сын будет страдать за мои грехи. Правда ли это? И возможно ли это предотвратить?» Никита, 36. Да, вопрос весьма существенный, серьёзный. Я вот только хотел бы для себя понять, на основании каких библейских текстов или библейских идей Никита сделал вывод, что Бог наказывает детей за вину отцов. Ну, позволю предположить, может быть, это на основании второй заповеди, где говорится о том, что Господь не оставит без наказания тех, кто поклоняется в данном случае идолам, и он будет наказывать до третьего-четвёртого рода. Ну, видимо, да. Да. Да, наверное. Не створил себе кумира, никакого изображения. И вот вопрос, почему Бог наказывает, и как наказывает Бог. Хотелось бы заметить, что этот текст, он, в принципе, не даёт определённо сделать такой вывод, что Бог именно наказывает детей. Почему? Почему? Потому что оригинал этого слова «наказывающий» говорит о том, что Господь не приносит физическое наказание в жизнь детей, а Бог отслеживающий вину в детях до третьего-четвёртого рода. Другими словами, Бог внимательно наблюдающий, что происходит с этими детьми после того, как их родители грешат. А, то есть, Вы имеете в виду, что мог иметь место неточный перевод, да? Да, да. С другой стороны, идея здесь такая, что Господу не всё равно, что происходит с нами, конкретно с нашими детьми, которые могут страдать по нашей вине. А это бывает, и это бывает. Но, опять-таки, причины… А каким образом? Да, какие причины? Да. Причиной этому является здесь скорее не то, что Бог вмешивается и наказывает их за то, что сделал я в прошлом, а скорее моё собственное отступничество, мой грех, мой неправильный образ жизни, он формирует детей соответственным образом. То есть, есть физиологические, психологические и другие последствия, даже генетические последствия, когда, скажем, вот у людей, которые зависимы от наркотиков, могут рождаться дети, ну, скажем, где-то уже неполноценные физиологически, или ещё какие-то другие моменты. Даже на уровне просто воспитания, пример, дети, рождающиеся в семьях курильщиков, они обретают не химическую зависимость, нет, там скорее зависимость именно из-за примера. То есть, они видят этот пример, они учатся этому, они видят и считают это нормальным. Ну, то есть, вы имеете в виду, что это не некая мистическая сила, которая преследует и пытается наказать за твой поступок, а это причинно-следственная связь. Да, да, совершенно верно. То есть, когда дети смотрят на поступки своих родителей и… Хорошо, Павел, но вот вопрос, который задаёт Никита, он ещё звучит так, что он боится, что сын его будет страдать. То есть, если вы говорите о том, что в большей степени, наверное, это связано с тем, что уже начинается в вопросе воспитания этого ребёнка, не столько с тем, что связано было до рождения, сколько с тем, что связано будет после. Что должен делать Никита? Да, да, Никита в данном случае… Что бы вы посоветовали, да, что он должен делать? Он полагает, что сын может испытать некие последствия того, что делал сам отец до рождения. Да. Я хотел бы обратиться к Слову Божьему и прочитать текст, который конкретно адресует, даёт ответ на этот вопрос. Книга Иезекииля, 18 глава, здесь говорится о том, что в Израиле, среди народа израильского, была такая пословица. Отцы ели кислый виноград, а у нас, а у детей на зубах оскомина. Другими словами, ты, значит, поел кислый виноград, а дети страдают от того. То есть, пословица подразумевающая, что за вину родителей страдают дети. И вот на этот вопрос или на эту фразу, которая возникла среди Израиля, Господь реагирует и отвечает таким образом. Говорит вполне определённо. Если люди исправляют пути свои, если люди начинают жить по-другому, отец в данном случае живёт, исправляет свою жизнь, то написано, что Господь не взыщет с детей. Душа согрешающая, она умрёт. И сын, конкретно говорится, сын не понесёт вины отца. И отец не понесёт вины сына. А дальше ещё более подробно говорится, Господь говорит в целом отношение к грешнику. Вот тут я хотел бы заметить, это очень важно понять для Никиты, разве я хочу смерти грешника? Вопрос задаётся. И ответ, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? Вот это ключевой момент. Бог никогда не хочет погубить. Иногда может создаться впечатление, что Бог как бы жертву собирает. Вот повинен отец, повинены все его дети. Вот давай сейчас этого накажем, а кого ещё можно наказать? Другими словами, Бог не ищет, кого можно наказать, а Бог ищет, кого можно помиловать. И в данном случае Никите бы мог посоветовать обратить внимание на свою жизнь. Потому что его жизнь в прямом смысле будет влиять на его ребёнка. Сегодняшняя жизнь, не прошлая. Потому что прошлое, как вот здесь говорится в книге пророка Езекииля, 18 главе, что все преступления, какие делал этот человек, не припомнятся ему. В правде своей, которую будут делать, будет делать, он жив будет. Вот это надежда. То есть, есть некое условие, да? Да, да, да. В чём оно, это условие, в чём оно заключается? Условие в том, чтобы человек изменил свою жизнь. Если человек меняет свою жизнь, то последствия прекращают своё действие. Опять-таки хочу сказать, что речь идёт о последствиях юридических. Могут быть и последствия физиологические, которые, к сожалению, увы, заложены уже в нас Господом. Изначально я имею в виду устройства нашего организма и болезни, которые передаются от родителей к детям. Это последствия, которые мы будем нести, наверное, до конца этого мира. Но и в том случае Господь милостив, и Господь даёт облегчение. Но когда мы говорим о юридической ответственности, то её нет. Бог не будет взыскивать, Бог не будет спрашивать отца, детей вины отца. Но важно, чтобы его жизнь изменилась. Ну хорошо, Павел, вы советуете изменить его жизнь. Что бы вы, какие бы вы дали советы, как служитель церкви? Да, в первую очередь, я так понимаю, что из его письма следует, что он уже пересмотрел свою жизнь. По крайней мере, он оценивает. Да, по крайней мере, да. Он даёт оценку в прошлом. Да, что его прошлая жизнь была полна тяжких грехов. Неправильно. Это уже важно, что Бог, что человек смотрит на вещи именно глазами Бога. Понимает, что грех тяжкий. Хотел бы сказать, что Бог милостив. И Господь действительно ищет и готов прощать всем наши беззакония. Но здесь вот конкретно, что можно было бы сделать, это постараться, потому что часто наши прошлые грехи давлеют над нами. Те образы, которые запечатлены, зрительные образы, может быть, на психологическом уровне, на уровне нашего мировоззрения, это всё уже отпечаток прошлых грехов накладывается. Господь может освободить нас от прошлых грехов, но для этого нужно активно с Ним сотрудничать. И как апостол Павел говорит, что он каждый день борется с этим грехом. Он говорит, буквально умирает каждый день для греха. То есть, это активное, постоянное сопротивление греху и конкретно прошлым поступкам. Потому что если это возвращается, то, соответственно, вот эта закономерность, что дети несут последствия за родителей, она и работает, потому что дети живут вместе с этим. Дети живут в нас. То есть, другими словами, именно наше настоящее формирует судьбу наших детей. Павел, а как Вы считаете, на чём основан страх? Когда, вот в данном случае Никиты, на чём основан страх того, что, к примеру, дети будут страдать? Что является причиной этого страха, если Вы говорите, что реальность совершенно другая? Ну, страх может быть здесь как раз основан на непонимании вот этого момента, что Бог не взыскивает вины с детей. Может быть, не совсем Никита здесь вот понял этот момент, что Бог, Он смотрит не с позиции, как бы наказать, а как бы помиловать. С другой стороны, этот страх ещё так же обусловлен и чувством вины. Он-то испытывает это чувство вины, что Он много чего делал неправильно. И теперь Он как бы ожидает неминуемую расплату за это, что «а кто будет расплачиваться?» И Он боится, что это будут Его дети. Да, да. Здесь я считаю, что нужно полностью положиться на Бога и доверить Ему, потому что Пётр говорит, да, все заботы или все переживания ваши возложите на Него, на Него, потому что Он печётся о вас. Господь знает наши переживания, Господь знает наш груз вины. И более того, написано, что Он сам был к злодеям причтён, Он сам понёс на Себе нашу вину, Христос. Поэтому лучшее, что сейчас может сделать Никита, это возложить эту вину на Иисуса Христа, потому что Он уже её понёс, будучи на Голгофе, умирая за грех каждого из нас. Но в данном случае, возлагая надежду на Господа, он тоже должен быть внимательен к тому, чтобы не возвращаться на старую протоптанную дорожку. Да, вот его вопрос как раз и последний вопрос, как возможно это предотвратить? Да, да. Как предотвратить, видимо, последствия всех этих поступков, или, может быть, последствия какие-то, может быть, Он что-то и видит, какую-то взаимосвязь в своей жизни. Да, я бы тут хотел рассказать один пример. Мне вот рассказали этот случай, и он так вот впечатлил меня. человек обратился к Богу и пришёл в церковь после долгих лет пьянства. Он был алкоголик многие годы. Семья его уже раньше стала ходить в церковь на службу, а он вот присоединился к своей семье чуть попозже. И вот когда он приходил в церковь, то все замечали, что его обувь, в отличие от его семьи, она всё время была грязной, страшно грязной. Это было в сельской местности. И люди стали задавать вопросы. Почему, вот его Яков звали, почему ты в таком виде приходишь на службу? Это же неправильно. Он тогда говорит, знаете, есть дорога чистая, прямая, но в таком случае я пройду мимо того кабака, в котором я всю жизнь был. Но, говорит, я обхожу его стороной и прохожу полем, поэтому моя обувь всё время грязная. И вот вопрос, какой обувь мы хотели бы видеть у этого человека? Не всегда, ну как бы мы можем правильно судить о том, что происходит в жизни человека. Ну, разумеется. Да, но вот обходить стороной может быть даже и физически. То есть, если у него были какие-то проблемы, там какой-то зависимости, алкогольной или ещё какой-либо, всё это нужно избегать и не давать шанса. То есть, не давать себе шанса. Избегать этого физически. Ну и, конечно, духовно мы имеем обетование, когда Господь обещает нам помощь, когда мы искушаемы. Написано, Христос был сам искушён во всём и может и искушаемым помочь. Он может помочь Никите не возвращаться на старую дорогу и не запятнать себя опять. Но, безусловно, это борьба. Я сочувствую, конечно, в этом случае тяжело. Ну, наверное, каждый из нас в той или иной степени он несёт это бремя. И люди, у которых есть дети, отцы, они видят какие-то свои, может быть, неправильные поступки. Вот я как раз и хотел задать такой вопрос. Что делать, если отец или мать видит последствия своих каких-то неправильных поступков, решений, которые вдруг отражаются как зеркало в его ребёнке? Каким образом? Я имею в виду даже, может быть, не на генетическом уровне, а, может быть, даже и когда ребёнок дублирует, копирует поведение отца. Ну да. Можно ли, возможно ли это предотвратить? А может быть, отец уже всё понял, уже раскаялся и оставил это всё? Всё зависит от возраста ребёнка. Безусловно, человек, который уже сформирован, который уже вырос, подросток сложно поменять. Думаю, что, опять-таки, как это работает в отрицательную сторону, так пример может работать и в положительную сторону. Видя пример своих родителей, и даже пусть уже осталось меньше времени для того, чтобы вложить в ребёнка лучшее, а не то, что у нас было в прошлом, всё равно наш добрый пример и, в первую очередь, наши молитвы родительские очень важны. Наша задача надеяться на Господа и смотреть в будущее. Не в прошлое, а в будущее. Вот я хотел бы посоветовать Никите смотреть в будущее. И постараться, доверяя Господу, молясь о своих детях, сосредотачиваться на том, как ты живёшь сегодня, и что ты закладываешь в ребёнка сегодня. Потому что дети очень внимательно действительно наблюдают, как вы правильно отметили, они копируют и отражают нас, как в зеркале. Причём зачастую наши худшие стороны, не только лучшие. Поэтому, конечно, для этой цели Господь даёт нам надежду и обетование, что Он поможет искушаемым, поможет нашей семье. Спасибо большое, Павел. Спасибо, что вы были в нашей студии. Дорогие друзья, мы будем благодарны за ваши письма и ваши вопросы, которые вы можете присылать к нам в социальные сети. Пишите нам, мы будем рады искать на них ответ. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин